И теперь я перехожу к первой попытке, тоже было правильное совершенно замечание Нахмана, о том, что есть александрийское еврейство, есть эллинистическое еврейство, такое понятие, как эллинизм в еврейской культуре, это огромный пласт, которому посвящена масса исследований. Ну и один из наиболее ярких представителей с точки зрения волосовской мысли, вот этого эллинистического еврейства, это Филон Александрийский, живший на рубеже новой и предыдущей веры, там минус 50, плюс 50, примерно так, и писавший на греческом языке. И он, собственно говоря, является тем, кто наиболее может быть полным, потому что можно найти некоторых авторов, которые предшествуют Филон Александрийскому, но он действительно, его достаточно большое количество трудов, и он, можно сказать, фундаментальным образом пытался решить вот этот вопрос, вопрос совмещения или синтеза, который, возможно, для него был естественным, этот синтез, между вот этими двумя мировоззренческими концепциями. Мы сейчас увидим, каким образом он это пытался сделать. Отвечу только на вопрос в чате, здесь был вопрос, почему именно монотеист, а не религиозный? Нет разницы между единобожием и многобожием по сравнению с философией, разница та же. Может быть, да, может быть, можно было бы сказать и так, но это не совсем так. Это тоже важный, наверное, вопрос, я поэтому скажу два слова об этом. Дело в том, что с точки зрения язычника ситуация, то есть как язычник смотрит на мир? Язычник смотрит на мир следующим образом. Для него мир представляет из себя лоскутное одеяло определенного рода локусов, определенного рода сфер, в каждой из которых действует некоторая сила. И, соответственно, каким-то образом соотносясь с этой силой, язычник пытается решить свои вопросы в том или ином вот этом самом локусе. Поскольку здесь нет взгляда, единого взгляда на мир, на мир как нечто, подчиняющееся некой единой системе, то язычнику, например, философский взгляд на мир, это может быть один из взглядов. То есть поскольку для язычника существуют совершенно разные сферы. То есть есть сфера любви, например, есть сфера бизнеса, есть сфера путешествия, есть сфера... Ну, в том числе, предположим, есть и сфера умозрения, философии. Почему нет? То есть это одна, она может являться одной из сфер. И в каком-то смысле вот этот плюрализм, что ли, да, плюрализм разного рода точек зрения и разного рода взглядов, условно плюрализм, конечно, я говорю в кавычках, плюрализм языческом, но он не входит в столь серьезное противоречие с философским мировоззрением, как мировоззрение монотеиста. Монотеист, по сути дела, монотеист что говорит? Он говорит, что вот эти языческий взгляд, который видит разные силы, даже если они существуют, эти силы, они на самом деле являются подчиняющимися некой единой силе. Тогда у меня возникает некая единая мифологена, в которой, поэтому Тертулиан, собственно говоря, говорит его об Афинах и Иерусалиме как противостоящих друг другу. Вот это противостояние для монотеиста, оно гораздо более острое, чем для язычника. Надеюсь, что я ответил на этот вопрос, важный действительно вопрос, я просто не говорил вообще. В общем, надо было сказать. Ну, надеюсь, что этого замечания хватит. Так вот, вернемся к Филому Александрисову и посмотрим, каким образом он решает задачу, задачу, которую, возможно, он и не ставит перед собой, да, я так говорю, решает задачу, как будто он поставил перед собой задачу синтеза. Может быть, он и не ставил так, может быть, для него казалось, что это естественным образом совпадающий как раз вещий. Ну, сейчас мы увидим, да, прочтем несколько абзацев из Филона Александрийского и увидим, что он говорит. Здесь я в скобках замечу, да, что напомню нашим участникам, что у нас курс называется не только «История еврейской средневековой философии», но и есть подзаголовок «Авторы и текст». Да, то есть мы будем читать какое-то количество текстов, переведенных на русский язык, разных авторов. Филона Александрийского как раз мы подробно читать не будем, поскольку это не средневековая философия, да, но тем не менее это важно, важно для того, чтобы представить себе некую общую картину.